Все же иногда мечты сбываются, даже в наши времена, даже если они гуманитарно-образовательные и историко-познавательные. Чуть более 10 лет тому назад собрались Кира Верховская, Анатолий Дроздовский, Михаил Пойзнер и Михаил Рожковецкий и размечтались вслух. Вот бы в Одессе был бы музей еврейской культуры и традиции, и стали друг друга рассказывать о собственных раритетах и виденных у друзей, приятелей. А Анатолий Дроздовский уже давно преднамеренно собирал всяческие штуки, ценные, редкой работы, странные, специфические и документальные. И вот нынче музей Мигдаль Шарашим празднует свое уже десятилетие. О том, как все происходило, директор и родоначальник Михаил Рожковецкий мог рассказать немало любопытных и забавных историй, но он предоставлял слово дарителям. Здесь письма легендарного и гениального Столярского соседствуют с оригиналом фотографии с одним из его учеников Давидом Ойстрахом. А дореволюционная афиша о приеме женщины-врача, врача-женщины, с изданием Кобзаря, валуевские указы еще в силе, издательством Либермана. Вот так. Музей, обустроенный как жилая квартира, в городе считают самым живым. Но он не только первенец на терренах бывшего СССР, здесь протокольная строгость факта, такой научно-исследовательской институции, как музей, наполнена атмосферой достоверности и, притом, приватности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова